Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Виктория. Кстати, о подписчиках у меня их целых пять. А я буквально несколько дней назад выложила фото своих отшитых работ на YouTube. И вдохновившись вашими видео, я решила поделиться с вами своими эмоциями и впечатлениями от набора от компании «Золотые ручки». Называется «Воробушки» из серии «Художественная миниатюра». Увидела этот набор я на выставке «Формулу рукоделия» полтора, по-моему, года назад или два. Не хочу врать, точно не помню. Он меня просто покорил. Я влюбилась с первого взгляда. Настолько объемная работа была. Я до этого не видела, допустим, вышитых работ «Дименшис» и не знала. Я смотрю, как правило, вышивка плоская. У «Золотого руна» там были какие-то картинки немножко объемные. А тут эти маленькие воробушки просто сразили меня в самое сердце. Ну и, конечно, я его купила. А поскольку я только начинала свою вышивальную карьеру, ну или не карьеру, как это сказать, ну, в общем, только увлеклась этим хобби, накупила я на той выставке какое-то бешеное количество наборов, штук 15 от разных производителей. И все это сложила в долгий ящик. Свои закрома я как-нибудь, наверное, покажу. Вот. Долго придется показывать. Но дело не в этом. Ну и покупаешь, все хочется. В общем, хомяк взбесился. Вот. И этот набор благополучно пролежал у меня в комоде, ну, вот эти полтора или два года. Не помню точно. И где-то перед Новым годом, за недельку, что-то такая тоска обуяла. Ну, вот зима, как-то все так мерзко, серо, еще снега толком не было. И захотелось весны, реально захотелось весны. Я открыла свой комодик, и вот она. Весна. Ну, в общем, я быстренько ринулась его вышивать. Хочу рассказать вам про состав набора. В состав набора входят ниточки ДМС, 22 цвета. Хотя почему-то на упаковке написано, что 25. Вот могу показать. Ну, просчитались, ребята, с кем не бывает. Схема очень прикольная, мне понравилась. Она черно-белая, но с цветным бэкстичем. Также в схеме указаны французские узелки. Вот с желтым, вот этим вот цветом. И сама схема в 4 раза больше, чем, ну, почти в 4, чем отшитая работа. То есть она крупная, и глазки не устают. На другой стороне мы видим образцы разных всяких узелков, швов и так далее. Очень удобная. Мне очень понравилась. Я вообще люблю вышивать по символьным схемам, потому что цветные меня раздражают. Ну, не знаю, мне как-то глаз замыливается, я не вижу, где вышиваю. Либо цветы символьные, вот они приятны. После отшива ниточек у меня осталось, ну, вот приблизительно вот такое количество. На еще одну работу, конечно, этого количества не хватит, но на наборчик хватило с лихвой. Значит, почему вообще я решила рассказать про этот набор? А, вот почему. У меня есть другой набор этого же производителя. Наборчик заклеен пломбочкой. Если, допустим, вы в магазине попросите показать вам, какая там схема, то, скорее всего, вам откажут, потому что если эту пломбочку оборвать, то, в общем-то, и все. Если вы его не возьмете, это другой набор. Если вы его не возьмете, вряд ли его потом кто-нибудь купит. Мало ли, там ниточки украли, там схему срисовали, еще что-нибудь. Вот. Поэтому, ну, не хочется брать кота в мешке. Я покупала несколько схем, ну, не буду говорить, не буду делать антирекламу производителям, но вышивать по ним я не смогла. То есть несколько наборов. Открываешь набор, картинка нравится безумно. Все, открываешь набор, ну, схема, ну, просто. Либо надо сидеть с лупой ее разглядывать, ну, либо просто убрать в долгий ящик и не вышивать. Вот. Так что же у меня... А, нет, еще о иголке. Подождите, что получилось, я вам расскажу потом. Иголочка. Это единственное разочарование этого набора. Вот я тут на темном фоне попробую показать. Видите, после первых там 100 крестиков, тройной ниточкой, она у меня погнулась. И дальше я вышивала гнутой ниточкой. То есть такая партнежная иголочка такая. Не, не партнежная, как-то обувная, да? У них, по-моему, круглые иголочки. Ну, вот, как бы это единственное разочарование. Теперь о наборчике. Вот. О самой вышивке. Вот она. Вот она. Посмотрите, она вся такая объемная. В вышивке используются 1-2-3 ниточки. Крестик, полукрестик, французские узелки. Немножко бы, как я уже говорила. Вот эти воробушки, они как живые. Ну, мультяшные, конечно. Но как живые, как будто чирикают. Ну, а поскольку вышивать я начала до Нового года, 2-го числа мы уезжали в отпуск, я ее не взяла с собой. Там буквально один день работы осталось. Я взяла другую вышивку, о ней позже расскажу, может быть, в следующем видео. Вот. Ну, настроение создает просто потрясающее весеннее. Такое ощущение, что птички чирикают, цветочки цветут и пахнут. В общем, красота необыкновенная. Ну, вот что могла, показала и рассказала. И если вам понравилась схема, опять же, могу еще раз показать поближе, если вы любите такие схемы, и вам нравятся сюжеты золотых ручек, кстати, в новой коллекции, я обратила внимание, у них вышло две миниатюрки, очень симпатичные, на красной конве, такие полевые цветы. На одной, по-моему, старикоза, а на другой, не помню, может быть, бабочка. Наверное, бабочка. Но очень красивые. И вам хочется это вышить, то смело берите, не пожалеете. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Пока!